Человек на видео Филипп Котлер. Вы, наверное, слышали это имя. Филипп Котлер. Филипп Котлер. Филипп Котлер. Доктор Котлер. Спросите у любого маркетолога, какую книгу стоит прочитать новичку, и в ответ вы точно услышите – начни с Котлера. Десятки переизданий, сотни цитирований, миллионы проданных копий. Кажется, с его работами знакомы все, кто так или иначе связан с предпринимательством. Но чем же так хороши книги Котлера? И почему его самого называют «отцом маркетинга»? Давайте разбираться, как американский профессор навсегда изменил отношение бизнеса к своим клиентам. Филипп Котлер родился в 1931 году в Чикаго, в семье эмигрантов из Российской империи. Пока его родители Марис и Бетти управляли небольшим магазином, Котлер занимался своим любимым делом – читал книги. В это время США переживали самое тяжелое время в своей новейшей истории – Великую депрессию. Безработным был каждый пятый трудоспособный американец, А те, кому же удавалось зарабатывать, получали в половину меньше от докризисных доходов. Реклама того времени отражала плачевную ситуацию в стране. Газеты были заполнены объявлениями о трудоустройстве, А на билбордах продвигались рабочие ассоциации, твердившие об американском пути. На постерах изображали солнечные лучи, как знак надежды, И сжатые кулаки, символизирующие решимость покупать, несмотря на трудности. Так позже описывал маркетинг во время депрессии историк Рональд Маршин. И пока Америка оправлялась от кризиса, Котлер получал экономическое образование. В 22 года он становится магистром Чикагского университета, А в 25 получает степень PHD в Массачусетском технологическом институте. Сказать, что Котлер получил прекрасное образование, не сказать ничего. Он учился у лучших из лучших – нобелевских лауреатов Милтона Фридмана, Пола Самуэльсона и Роберта Солу. Впоследствии экономическое образование окажет сильное влияние на работы будущего отца маркетинга. Котлер заканчивал обучение уже в совершенно другой Америке. Закончилась Вторая мировая война, Великая депрессия осталась позади, США вошли в период активного экономического роста. Именно в это время начинается расцвет потребительской культуры и, соответственно, маркетинга. Компании активно продвигаются на радио и в газетах, которые читают больше, чем когда-либо. И с рвением осваивают новый канал – телевидение. Но это было не самым главным изменением в поведении брендов. Усиливающаяся конкуренция заставляет компании искать новые способы заполучить клиентов. Ответом становится сегментация рынка. Давайте сравним две рекламы Pepsi. Из постера 1934 года мы узнаем, что Pepsi – это вкусный напиток без консервантов, который известен уже более 40 лет и является полностью оригинальным товаром. А вот постер 1960 года. Теперь Pepsi – напиток для активных людей, тех, кто думает молодо. Что это означает? Компании начинают целиться в конкретные сегменты аудитории. Будь то молодые люди, домохозяйки или работающие мужчины. Это порождает новый тренд. Теперь в центре внимания не продукт, как это было раньше, а конечный потребитель. Начинается новая эра – consumer-centric. Вернемся к Филиппу Котлеру. В это время он начинает преподавать в школе бизнеса «Келлог», которую позже переименуют в школу менеджмента. У Котлера была возможность обучать экономике, но он остановился именно на маркетинге, чтобы сделать из направления полноценную академическую дисциплину. Начинающий преподаватель сразу же сталкивается с серьезной проблемой. Он не может найти грамотных учебников по маркетингу. Существующим текстам не хватало конкретики и глубины. Так у Котлера рождается идея собственной книги. И в 1967 году, спустя пять лет преподавательской и научной деятельности, он выпускает первое издание маркетинг-менеджмента. Книга получает отличные отзывы от критиков и сразу же становится основным учебником по маркетингу для студентов и их преподавателей. В 1972 году Котлер публикует второе издание, еще через несколько лет третье, а затем они становятся регулярными. На сегодня вышло 15 изданий, а количество проданных копий книги исчисляется миллионами. Но что же сделало маркетинг-менеджмент такой особенной? Выделим три причины. Первая кроется в названии книги – планирование. Несмотря на то, что в 60-е маркетинг постепенно становится отдельным направлением, в глазах многих теоретиков и практиков он все еще остается набором отдельных задач. Котлер одним из первых сделал акцент на маркетинговой стратегии, а в более поздних переизданиях только усилил внимание на ней. Стратегическое планирование – это разработка и поддержка жизнеспособного баланса между целями организации, ее ресурсами и меняющимся рынком. Цель подхода – сформировать направления и продукты компании, чтобы увеличивать прибыль и рост. Сейчас звучит очевидно, не правда ли? Но на тот момент это было прорывом. Котлер посмотрел на маркетинг под другим углом, сделав большой вклад в развитие дисциплины. Сейчас коллеги-академика признаются – такой подход донес до менеджеров, что маркетинг важен. В результате направление начали воспринимать как что-то большее, нежели просто набор функций. Вторая причина – использование фреймворков. В маркетинг-менеджменте Котлер приводит конкретные инструменты для принятия решений. Вот, к примеру, модель пяти уровней продукта. Она помогает определить преимущество товара и сформулировать его позиционирование. В-третьих, Котлер, экономист по образованию, объединяет в своей книге маркетинг, на тот момент далеко не точную дисциплину, с математикой. Я мистер Уайт. Я сайенс. Не будем вдаваться в подробности, но только посмотрите на эти расчеты. С их помощью автор измерял привлекательность бренда, вероятность покупки и многое другое. Таким образом, Котлер наглядно показывает читателю, что маркетинг – это не просто забавная реклама. Это большая работа. И, наконец, маркетинг-менеджмент было просто интересно читать. Книга не только рассказывала о маркетинге. Она помогала решать конкретные проблемы, с которыми сталкивались менеджеры. В работе делается большой упор на принятие решений и анализ, а также грамотно интегрированы другие сферы – экономика, поведенческие науки и математика. Все это искусно объединено в один рассказ и написано со знанием стиля, что встречается очень редко. Это рецензия на книгу в год ее публикации. Все вышеперечисленные факторы сделали маркетинг-менеджмент настоящим хитом. Она становится обязательной к прочтению не только для MBA-студентов по всему миру, но и для преподавателей и практикующих специалистов. Сам же маркетинг переходит Рубико. Теперь это не просто форма прикладной экономики, а если и не полноценная наука, то серьезная академическая дисциплина. Маркетинг-менеджмент и сейчас остается флагманской работой Котлера. Но это далеко не единственное новшество профессора. Вместе с развитием потребительской культуры в 60-70-х годах общество начинает требовать от бизнеса выполнения обязательств по защите труда, прав потребителей, экологии и других сфер. Все это приводит к тому, что в 1971 году Комитет по экономическому развитию США выпускает специальное постановление. Оно гласит, что теперь компании несут ответственность перед обществом за его развитие. Своего рода социальный контракт. В этом же году Котлер представляет термин «социальный маркетинг» — концепцию, когда бизнес стремится не только удовлетворить потребности клиентов, но и заботится о долгосрочном благополучии общества. Машины удовлетворяют владельцев, но загрязняют природу. Сети фастфудов пользуются популярностью, но вредят здоровью, а товарные упаковки невозможно переработать, поэтому они генерируют мусор. Ключ к долгосрочному успеху для компании — не только удовлетворять спрос, но и заботиться о развитии общества. Что мы видим сейчас? Автопроизводители начинают выпускать электрокары. Разработчики электроники переходят на более экологичное производство, а полезного фастфуда становится все больше. Предложенные полвека назад идеи Котлера не только не потеряли свою актуальность, но и получили новый виток развития. Другая инновация Котлера — концепция сознательного дизайна для магазинов. Еще в 70-х профессор писал, что вид коммерческой площади, а точнее ее атмосфера — один из главных маркетинговых инструментов. На решение покупателя влияет все — от интерьера и расположения товара, до запаха и даже температуры. С тех пор многочисленные исследования доказали эту гипотезу. Современные мебельные магазины выстраивают полноценные комнаты, чтобы наглядно показать клиентам вид товара. Рестораны используют специальные ароматы, чтобы спровоцировать у посетителей голод. А бренды одежды увеличивают продажи благодаря грамотному освещению. На протяжении карьеры Котлера, безусловно, часто критиковали. Одни считали его идеи поверхностными, другие утверждали, что они не работают на практике. Но никто не будет отрицать вклад профессора в современную экономику. На книгах Котлера выучилось не одно поколение, а многие инновации профессора актуальны до сих пор. Отец современного маркетинга — это не просто красивое звание. Это дань уважения за то, что Филипп Котлер заставил бизнес узнать и полюбить своих клиентов. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Лаба. Умных любят.